Харьков. Российские оккупанты не перестают обстреливать. Снаряды летят на город ежедневно, чтобы превратить его в сплошные руины. Сотни тысяч харьковчан уже потеряли все, что имели, и бежали из города, чтобы сохранить себе жизнь. Однако есть и те, кто не смог выехать и не желает покидать родной Харьков. Уже больше месяца люди вынуждены жить в бомбоубежищах. Про быт под землей расскажут мои коллеги. Начало нашего бунта. Александр рассказывает, как попал в это бомбоубежище. Бомбили дом очень крепко. Дом находится с рядом военной частью. И именно по самому дому попадали. Я живу на восьмом этаже. Прилет был градом на четвертый этаж и на двенадцатый этаж. И мы с родителями, слава богу, выбежали отсюда. От того ада, вернее. И вот с первого дня мы здесь вообще... Мужчина говорит, сначала спали просто на бетоном полу. То есть мы под эти носилки ложили просто куски бумаги или там ДСП, ДВП, что было. И на этих носилках просто какая-то простынь, ложились одетыми. Потом начали обустраиваться. Людей становилось больше. Начали разделять обязанности и наводить порядок. Александра теперь называют Ласкова, директора подземелья. Он старший по бомбоубежищу. Говорит, сначала подумали, как поднять с холодной земли спальные места. Теперь спят на матрацах, наводят порядок, еду людям привозят волонтеры. В этом месте у нас организован пищеблок. Здесь мы храним еду, которую нам привозят волонтеры. Они привозят ее ежедневно, они привозят ее свежую. У нас есть возможность полноценно три раза в день кормить людей. Для детей сделали теплую комнату. Маленькая Ника в бункере даже делает домашние задания. Пишет слово «Украина». Теперь каждый день в бункере находятся от 150 до 200 человек. Это жители соседних домов, жилье которых пострадало от обстрелов. И прямо под окнами упал снаряд. Это такая оборонка здоровая. Грязь до моего окна залетела. И окна у меня не побиты. А на седьмом этаже у нее все разбито. После этого еще и в квартиру вылетела дверь. Ну, знаете, улицы. Вот она сюда пришла. Не пускай, пускай. Страшно. Мы как на передовой. В районе, который постоянно обстреливается, люди рады и такому приюту. Все дают. И первое, и второе, и третье. И чай дают, и микроволновку поставили. И чай можно разогреть. Так что у нас тут все хорошо. Наш поселок, ну, нет живого места. Я не знаю, сколько еще можно стрелять сюда. Тут уже ничего нет. Но все равно будет Украина. Около бункера на улице остаток ракеты. Они прилетают и сюда. Поэтому после обстрелов мужчины обязательно осматривают территорию. После каждого обстрела выбегают на улицу с сумочками первой медицинской помощи, где есть жгуты, перекиси, бинты. Потому что было уже много инцидентов, когда продолжало стрелять. Мы стояли, лежали на улицах и зажимали артерии. Все жители бункера ждут только одного – мира. Бункер не сдается! Продолжение следует... Продолжение следует...